В завершающий день предварительного этапа Кубка России по волейболу сошлись в поединке Саратовский Протон и Краснодарская Динамо. Игра началась с упорного соперничества. За каждый мяч волейболистки обеих команд боролись как за решающий. Но в первой партии удача была на стороне гостей. Сет завершился со счетом 22-25 в пользу Динамо. Но Протоночки были не намерены уступать, поэтому атаковали соперниц с полной силой. В итоге 25-21 победа в этой партии за командой Протон. В третьей партии Тон задали хозяйке площадки. Не без усилий, но им удается вести в счете практически весь сет. Но концовка партии вышла супер напряженной и счет такой же как и в первом сете 22-25 в пользу Динамо. В четвертой партии обе команды играют на пределе своих возможностей. Длительные розыгрыши, счет качели 10-10, 11-11. На площадке настоящий бой. Итог 26-24 победа Протона. И вот решающая пятая партия. И вновь борьба на равных. В итоге нервы крепче оказались у наших волейболистов, которые победили таки в предварительном этапе Кубка России 2016. Это просто такая игра была вообще. Последний раз в Динамо Москве в прошлом году. Такого же накала игра была. Просто на эмоции все это. Борельщики просто улетают. Отлично поддерживали. Команда просто вообще выложила до конца. Если бы не команды, конечно, не выигрывали сегодня. Просто ради таких игр как раз и есть волейбол. Причем женский волейбол. Он всегда непредсказуемый такой. Тренер клуба Протон тоже не смог сдержать эмоции, поскольку игра действительно была непредсказуемой и напряженной. Ну, я думаю, что сегодня у нас команда была единым целым. Что начиная с тренерского штаба, что касаемо всей команды, все было единым целым. Все хотели победить. Была сумасшедшая воля к победе. Соответственно, оно принесло сегодня результат. Ну, стоит отметить, это просто двузначная игра. Мало того, что мы выиграли топовый клуб, топовый труп, который не считает нас какими-то соперниками, неуважение к нам, предвзятость нам какая-то. Ну, так. Мы их, получается, поставили на место. И второй, второй, как получилось у нас. У нас был провальный начало сезона, и мы немножко из этой ямы начинаем выходить. Хотелось бы отметить болельщиков. Большое им спасибо, что они пришли нас поддержать. Это, получается, наш седьмой-восьмой игрок, этот болельщик. Ну, спасибо им. А вот тренер краснодарской команды, поздравив команду соперниц с победой, не стал анализировать матч. Видимо, обсудит его в кругу своих подопечных. Поздравляю команду «Протон» с победой. Я думаю, что игра удалась. Девочки хорошо играли, красиво боролись. Думаю, что это понравилось всем. Нам много чего не хватило. В деталях я не буду говорить. Что? Нет такого одного элемента, где мы плохо сыграли. Теперь команду «Протон» ждет финал четырех, куда вышли четыре команды «Динамо-Москва», «Динамо-Казань», «Енисей-Красноярск» и «Наш Протон». Пятого декабря в Москве состоится «Жеребьевка», в ходе которой определится город проведения финала соревнований. Конечно, хотелось бы, чтобы финальные матчи прошли в Саратове. Ну а второго декабря в областном центре «Протон» встречается с «Уралочкой» НТМК. Матч, как всегда, пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный». Начало в 19.00. Вход свободный. Продолжение следует...